Дорогие друзья, братья и сестры, нам нужна вера. Для чего нам нужна вера? Если мы не имеем веры, мы ничего от Бога не можем получить. Знаете, мы живем, мы люди. Написано, что человек стал душой живой. Мы живем в физическом мире. Бог живет в сверхъестественном духовном мире. Когда мы молимся, мы говорим, Отче наш, сущий на небесах. Другими словами, наш Отец, живущий на небесах, а небеса – это другое мир, другое измерение. Чтобы нам контактировать с небесным Отцом, нам нужна вера. И вера – это мост между сверхъестественным миром и физическим миром. Это мост. Для того, чтобы нам иметь коммуникацию, иметь взаимоотношения и получать что-то оттуда, нам нужна вера. Нам нужна вера. А вера дается каждому человеку. Когда мы слышим Слово Божие, если мы распахнем свое сердце, туда придет вера. Это как земля. На нее сеятель сыпет, и все. А все, что она делает, она принимает это семя. Что потом? В земле происходит результат. Растет что-то. Что-то прекрасное. Больше всего в своей жизни заботьтесь, чтобы у вас была живая вера, движимая любовью к Богу. Чтобы ваша вера росла, тогда вы будете жить в Благословении, и ваше окружение будет благословенно. Аллилуйя. Итак, тема проповеди, наконец-то. Истина или факт? Это две реальности. Физического и духовного мира. Истина относится к реальности духовного мира. Факты относятся к реальности физического мира. Например, мы все знаем, мы все тысячи раз слышали, что был на земле Иисус Христос. Он пришел с неба. Он пришел сверхъестественно. Но сам факт говорит, что он был. И что его распяли, и он умер, и он был положен во гроб. В могилу, в скалу. Пещера была. Так евреи хоронят. Это факт говорит. А истина говорит, что Иисуса там нету. Что Иисус воскрес. Вы можете поехать сегодня в Иерусалим, там в Израиль, и посмотреть на пустую могилу, где нету мертвого Иисуса. И вот здесь не состыковочка такая происходит. Подождите. Иисус умер? Давайте разберемся. Иисус умер? Да, умер. Его сняли с креста? Сняли. Его положили во гроб? Положили. Большую плиту, камень туда. Приложили? Приложили. Римскую печать приложили, чтобы никто не трогал. Сразу будет смерть. Дотронься до этого камня, приблизься, ты будешь убить сразу, без предупреждения. Это римская печать. Была там печать римская? Была. Что происходит дальше? Печати нету? Нету. Камень где? Далеко куда-то улетел. Знаете, историки говорят, что он улетел далеко. Он несколько тонн весил. Камень улетел. Он был далеко. Валялся. От могилы. Подождите, как это могло произойти? И вот здесь происходит несостыковка. Иисус Христос воскрес. И когда ученики, женщины пришли помазать тело Иисуса, то ангел им сказал, что вы делаете? Что вы ищете живого среди мертвого? А у них вот такие глаза. Ладно, мужчины разбежались с перепугу, со страха, что их сейчас зарежут, повесят на крестах. А женщины, они стояли под крестом, они плакали, они видели досконально. Представь, твои физические глаза видят и фиксируют каждый момент, который происходит с Иисусом. Как он мучается в агонии, как он просит простить грехи людям, как он говорит с отцом, как он орет от боли. И в конце концов, он говорит, совершилось, и написано, испустил дух. Потом подходит римский сотник, римский солдат, то есть, и протыкает Бог Иисуса, так что до сердца доходит. И стекла кровь и вода. Это по-медицински стопроцентная смерть. К жизни такой человек не возвращается абсолютно ни при каких обстоятельствах. Нету ни одного чтобы у человека вытекла вся кровь, вся вода, и он воскрес из мертвых. Таких случаев на земле нету. С Иисусом это произошло. Он был сто процентов мертв. Чтобы потом никто не сказал, нет, он как бы был мертв. Нет, он был мертв. Для того, чтобы удостовериться, сотник отдал приказ солдату, солдат взял копье и проткнул, чтобы уже удостовериться, что он точно мертв. И вот Иисус мертв. И снимают с креста, кладут в гроб, запечатывают этот гроб. И потом оказывается, что его там нету, и он воскрес из мертвых. Ученики даже не могли поверить этому, потому что женщины, когда они пришли к могиле, и идут и рассуждают, как мы откроем могилу, как мы приблизимся, как, как, у них столько вопросов, мы же любим Господа, надо его помазать. И они идут и рассуждают, у них проблема, проблема, они любят Иисуса, теперь Иисуса нету с ними. И они приходят, пустая могила, и ангел такой, светящийся. Ай! Вы что, женщины? И вот здесь нет, что вы ищете живого, среди мертвых? Как будто Иисус не умирал, как будто Иисус всегда жил. И он так задает вопрос, вы что, женщины? Вы что делаете? Вы что ищете живого, среди мертвецов? Вы додумались прийти на кладбище, искать Иисуса. Мы видели, он умер. Мы видели. Ангел говорит, да нет, он живой. Идите, расскажите ученикам. И вот смотрите, как факты и истина, они не состыковываются. Факты и истина не дружат друг с другом. Женщины прибегают на эмоциях. У них шоковое состояние. У них радость вместе с удивлением, с вопросами, все вперемешку. Они прибегают к ученикам, Иисусам говорят, нету его там. Кого нету? Иисуса нету в могиле. Они говорят, да ладно. И написано, они не поверили. Не поверили. Не поверили. И когда Иисус уже потом, после своего воскресения, велся к ученикам, написано, он их упрекал за неверие, что видящих его не поверили. Три раза там сказано, упрекал, упрекал, упрекал. Три раза. В одном месте Писания, в коротеньком отрывчике, говорится, Иисус упрекал их за жестокосердие, упрекал их за неверие. Послушайте, факты, это тоже как бы своя правда. Только это в физическом мире. А истина, это правда духовного мира. Вот человек, например, больной. Человек больной. И у него в руках диагноз. Рак четвертой стадии. Или третьей, не знаю, сколько там стадий. Вот, у него. Ему осталось жить неделя. Все родственники уже попрощались с ним. Уже все. Врач ему сказал, что он умрет. За него молятся. И он исцеляется. Он исцеляется так, как будто он никогда не болел. И вот здесь такой вопрос. Так вообще этот человек и не болел, получается. Да нет, он болел. Да нет, не может такого быть. Больные умирают. Больные не выздоравливают. Нет. Истина меняет факты. Истина сильнее фактов. Вот почему Иисус воскрес из мертвых. Вот почему в нашей жизни проблемы. Мы не понимаем. Я сам боролся с этим. Иногда продолжаю бороться. Когда я вижу в реальном мире, в физическом мире одно, а Слово Божие говорит другое. И у меня тоже вопрос. Например, у тебя что-то болит. Ты знаешь, что это правда. Потому что боль не уходит. но ты так же знаешь, Слово Божие говорит, радами Иисуса Христа мы исцелились. Мы не будем исцелены. Мы уже исцелились. На кресте Иисус забрал все наши болезни и боли. Тогда ты задаешь вопрос, чему я болею тогда? А потому что ты выбрал это. Многие люди цитируют место Писания без веры. Ранами Иисуса Христа я исцелен. Ранами Иисуса Христа я исцелен. И такие думают, да не, вряд ли я исцелюсь, я все равно буду болеть. Пойду я таблеточку лучше возьму. Слово Божие говорит одно, а знаете, а в реальности как будто другое. И как будто тебя обманывают, как будто бы тебя надувают, как будто бы где-то подвох какой-то. Нет, это не подвох. Это просто два мира. В одном мире ты болеешь, в другом мире ты здоровый. И ты определяешься, где, за что ты будешь хвататься и на чем ты будешь строить свою жизнь. Посмотрите случай. Петр. Их Иисус, своих учеников, посадил в лодку и сказал, переправляйтесь на другой берег озера или море. Это было вечером. И написано, что ночью был ужасный шторм, дул противный ветер, лодку било волнами. Они не просто плыли, они боролись со штормом в лодке ночью. Зачем, Иисус, ты послал их ночью, когда можно было дождаться утра и спокойненько переплыть? А Иисус готовит тебя к другой реальности. Он готовит тебя к чудесам. И написано, что ночью, в самый разгар ночи, самая ночь, Иисус идет по морю. Идет, проходит мимо учеников. И вдруг они видят, начинают кричать, потому что они подумали, что это демон, это дух привидения. И Иисус говорит, это я, не бойтесь. Он говорит, Иисус, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Вы знаете, что по воде никто не ходит. Мы же знаем, в воде плавают, на асфальте, по дороге, по траве, по земле ходят. А по воде никто не ходит. А по асфальту никто не плавает. В физическом мире все соответствует своему. В воде плавают, здесь ходят. Но написано, что Иисус шел по воде. Это нелогично, это не умещается в голове, как это может быть, но это записано в слове, что Иисус идет по воде. Факты говорят, этого не может быть. Истина говорит, это не то, что не может быть, это происходит. На, смотри. Ты говоришь, этого не может быть, смотри. Он идет? Идет. Петр говорит, Иисус, и если это ты, повели мне прийти к тебе по воде, не по земле. По воде. Я хочу с тобой встретиться. И Иисус ему говорит, иди. Истина тебе говорит, иди. И написано, Петр вышед из лодки, пошел по воде. Посмотрите, Петр, игнорируя факты, игнорируя закон притяжения, гравитации, он полностью игнорируя физические законы и отодвигая все факты в сторону, выбирая только то, что сказал ему Иисус. И вы знаете, что? Петр шел по воде. Петр делал то же самое, что делал Иисус. Потому что, когда говорит Иисус, это истина. Даже если все говорит по-другому, если это скажет Иисус, вот так, именно так будет. И вот смотрите, идет Петр по воде. С ним разговаривает слово, он слышит это слово, иди. И с ним разговаривает также физический мир. Волды и ветер. Это физический мир. И это факты. Если ты пойдешь на море ночью, ты увидишь эти факты, ты увидишь большие волны, большой ветер, если это буря. И вот факты сообщают Петру, Петр, ты сейчас утонешь. Ты сейчас утонешь. Мы тебя накроем, волна выше Петра, роста Петра. А истина говорит, иди, не бойся ничего. Там нету объяснений, там ничего, там просто тебе дорога. Вот тебе выстроилась по морю коридор, как есть воздушные коридоры. Вот тебе коридор, Иисус сделал коридор. Он делает для тебя невозможное. Он делает тебе коридор в твоей проблеме. Ты пойдешь по этому коридору? Или будешь думать, ну ведь это же невозможно. Нет, если Иисус твой учитель, ты его ученик, он тебя обучает. Почему ты говоришь, что это невозможно? Если он твой тренер, ты сам решил идти за ним, ты сам решил обучаться у него. Почему ты вдруг начинаешь верить другим учителям? Волную ветром. И вы знаете, что? Он отключился от истины, Петр, и стал верить фактам. И сразу пошел ко дну. Сразу пошел ко дну и стал тонуть. А рыбаки плавать должны уметь. Я думаю, что Петр умел плавать. Но он закричал, Иисус, спаси меня, таким жалким голосом. Иисус, спаси меня. Иисус написано, простей руку, вытащил его. Поставил на воду. Опять Петр стоял на воде. Написано, они оба вошли в лодку. Послушайте, Петр напоминает каждого из нас. Мы каждый можем увидеть себя в этой ситуации. В жизни мы имеем два источника. Мы имеем источник физический, который нам говорит о нашей беде, о нашей проблеме, о нашей ситуации, о наших неоплаченных счетах, о наших каких-то, может быть, диагнозах, о наших неудачах, о нашем, я не знаю, плохом конце. И есть другой источник, который говорит совершенно противоположное. Он говорит, все замечательно, все идеально, все просчитано, все продумано. Ты любимый сын Бога. Ты возлюбленная дочь Бога. У тебя не может быть просто поражения никакого. Ты победитель. И ты стоишь на распутье, верить волнам и ветру. Ведь это же не шутка. Корабли тонут. Большие корабли переворачиваются. Либо верить Слову Божьему. Чему ты будешь верить в жизни? Вот мы почему попадаем верующие. Когда мы приходим к Богу в начале, приходим в церковь, у нас все на эмоциях, у нас все на радости. Мы не столкнулись с проблемами, мы не столкнулись ни с чем еще, мы столкнулись просто с любовью Божьей. Нам грехи прощены, мы и ты видишь, что многое в твоей жизни не работает. Тебе говорят, давай я помолю из-за тебя, сестра, ты такая прошипела, не надо, молились, не помогает, давай из-за тебя брат помол, не надо, у тебя уже неверие, откуда? Откуда? Божье же слово говорит, это же не просто говорит человек тебе, Божье слово говорит тебе, что оно тебя выведет из проблемы, а ты уже не веришь. А почему? А потому, что когда ты стоял на распутье, с тобой говорили факты, и с тобой говорила истина, Ева, с тобой проговорил Бог, ты же нормальная, здоровая женщина, ты отвечаешь за все человечество, за все роды после тебя, ты мать, как ты можешь слушаться змея, низкое существо, как? Ведь Бог с ней поговорил, все было четко, предельно понятно. Пришли факты, другие приползли, можно сказать, и стали с ней говорить другое, противоположное Слово Божьему. Факты иногда, они, даже не иногда, они всегда противоположны истине, противоположны истины. И вот мы верующие, мы говорим, я молился и не получил. Я верил, верил, и что? Я молился, просил всех молиться, ноль. Вот ты как раз таки и продиагностирован, ты просвечен на рентгене, что ты не веришь истине, ты не доверяешь Слову Божьему. Ладно, не хотите, чтобы я тыкал, я буду якать. Я не верю Слову Божьему, я не доверяю. Я одной ногой в той реальности, а другой в той. Ты что, циркач что ли? На двух конях тут скачешь? Ты долго так проскачешь, два-три круга, а что с тобой потом будет? Кони разбегутся, и ты упадешь. Ты не можешь жить в той реальности и в той. Ты не можешь доверять фактам. Вы что думаете, врачи обманывают, когда они ставят ужасный диагноз человеку? Если это хороший врач, честный врач, преданный, который клялся, там этой клятвой Гиппократа, многие клянутся, а потом врут и выписывают рецепты, по два-три рецепта лишних, специально, чтобы зарабатывала фармацевтика. Это есть такое? Сами врачи это потом говорят, что они врут людям. Если это нормальный врач, он тебя обследовал, он увидел у тебя проблему, да, это проблема, это факт. Ты не можешь сказать, ой, я игнорирую, я все равно здоровый, я все равно здоровый, нет, ты не здоровый, ты больной, ты больной, ты услышал этот факт, тебе он не нравится, у тебя настроение упало, ты знаешь, что теперь с этого момента все будет только хуже и хуже и хуже. Но если ты человек веры, если ты веришь Слову Божьему, тебя это никак не смутит, потому что ты знаешь, что ранами Иисуса дорогою ценой ты был куплен, Иисус так отмучился на кресте, и я еще буду болеть ни за что. А тогда Иисус зачем мучился? Зачем он болел на кресте всеми болезнями? Послушай, факты всегда тебе будут сообщать. И факты это правда земли. Это правда, это не то, что мы не можем игнорировать и говорить мне не нужно, не говорите мне нет. Это правда, которую тебе нужно изменить и поправить. и сказать, знаешь, что факт? Дизайн, который я увидел сейчас в каталоге неба отличается от того дизайна, который ты мне на земле показываешь. И я живу, я сейчас вижу совершенно другой мир. Ученые видят формулы, художники видят картину, а мы видим белый лист бумаги, а он видит шедевр картину. Люди, архитекторы видят большие здания. Мы такие думаем, что он такой странный, задумчивый, потому что у него бурж Дубай Халифа в голове, а у тебя где бы по скидкам что купить? А он бурж Халиф устроит. У него такое в голове, ты видишь пустыню, а он видит город цветущий. Другие страны ездят туда, чтобы посмотреть, как живут в роскоши люди, потому что это все у них было воображение, истина доминирует. Ты видишь холм, ты видишь лесок, а приехал другой человек, он видит, там дом стоит, он просто врезает туда дом, не портит ни лес, ничего. Он врезает туда магазин, он врезает туда детский садик, он врезает туда школу, а ты такой смотрел, природа, природа, потом смотришь, район, семьи, дети, народы, это все кто-то видел, кто-то перерисовывал свой дизайн, твой дизайн, послушай, если тебя не устраивает, это одно, если твоя жизнь не устраивает тебя, послушай, это еще одно, это еще пол дела, нас многих может не устраивать, но я скажу, что если дизайн физической твоей жизни не совпадает с духовным дизайном, а тебе нужно просто посмотреть, вот где тебе нужно вести войну, и ты сто процентов выиграешь, Иисус победил для тебя эту победу, Он одержал для тебя эту победу, Ему на землю не надо было рождаться, Ему не нужна была Пасха, Ему не нужно было Рождество, Ему не нужно было день Песятницы, это ничего не нужно было ему, это нужно было все тебе, и Он для тебя специально приходил, и Он изменит твою жизнь, если ты сделаешь шаг в другое измерение, в духовное измерение, и это возможно, если ты называешься верующим, тебе это просто необходимо, тебе необходимо жить в мире, в котором жил Иисус, это Царство Божье, это новое мышление, новые мысли, и ты увидишь, как твоя жизнь преобразится, и будет для тебя главным, для тебя будет главным только Иисус, из твоего вида Он никуда не денется теперь, никуда не денется, Он всегда будет перед тобою, как Давид писал, куда я не пойду, там ты, там ты, я пойду спущу Исподнюю, и там ты, Бог никуда не уходил от Давида, почему ты думаешь, что Он от тебя уйдет, меняй свою жизнь, перерисовывай, ты не согласен в такой квартире жить, и ты сделал ремонт, сделай ремонт с Божьей помощью, в своей жизни, сделай ремонт в голове, сделай ремонт в душевной сфере, в духовной, физической, сделай ремонт в материальной сфере. Последнее, что я скажу, самый богатый человек за всю историю человечества это был царь Соломон. Кто, я не знаю, каким образом подсчитали его состояние 200 триллионов долларов, если это перевести на 1900 какой-то год. Допустим, 300 триллионов долларов. Оценивалось. Откуда он заработал такие деньги? Ему Бог дал голову. И к нему стекалось золото, все стекалось, все. Когда цари приезжали, они орали, они говорили, как, так мудро все сделано? Бог. Он всегда говорил, Бог, Бог, Бог дал мне мудрость. У меня все это есть, золото, серебро, это было как грязь, оно равнялось обычному камню. И он всегда говорил, Бог дал мне это, Бог дал мне это, Бог дал мне это. Потому что однажды он сказал, я глупый, ты мне дал народ, я не знаю, как им управлять, дай мне мудрости. И он угодил Богу. И его жизнь была перерисована, история народа была перерисована. Ты думаешь, Бог, дай мне хотя бы хорошую зарплату, дай мне хорошую зарплатку, а ты бы увидел, ты просто не плачь вот так вот. Ты не думаешь, ты такой брошенный, а Бог это Дед Мороз, который раз в год приходит. Все не так. Ты просто, тебе необходимо уединяться в тайной комнате. Иисус говорил, когда войдешь комнату твою, затвори дверь твою и помолись Отцу твоему. И вот ты входишь в мир духовный. Это мир Духа. Увидь себя там, кто ты там. Кто ты там? Не кто ты на земле. Кто ты там? Ты говоришь, я такой никчемный, я такая маленькая, я такой маленький, я такой никто, я такой, такой, принижаешь себя. Тебе нужно зайти в духовный мир, посмотреть, кто ты в духовном мире, кем тебя Бог создал. И вот эту реальность принести в физический мир. Вот она правда, вот она истина, вот он прорыв, вот. Если ты просто говоришь, у мне нечего есть, Бог дай мне есть. Это молитва из верия. Но если ты по-другому, ты будешь общаться с Отцом и просто скажешь, Отец, покажи мне, как, какой дизайн должен быть в моем духовном доме, внутри меня, кто я, он тебе покажет, он тебе покажет. Ты будешь счастливым человеком.